Всем привет, уважаемые друзья, коллеги, дизайнеры, потенциальные клиенты, ну и все интересующиеся тем, как создается дизайн интерьеров. Меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер. Этот проект один из наших последних на данный момент, и мы его сделали в виде концепции. Была задача разработать визуализацию, разработать чертежи для того, чтобы клиент выполнил самостоятельно реализацию данного объекта. Это 500 метров дом, СНТ Надежды, коттеджный поселок на Новой Риге находится. У клиента интересная ситуация, шестеро детей, двое близняшек, поэтому весьма достаточно интересная архитектура была дома, и сам проект тоже был симпатичный. Клиент хотел классический стиль, но не в полном понимании классики, а в такой вот уютной, с какими-то дополнительными элементами, может быть даже восточным каких-то мотивов. В общем, все, что сейчас мы разработали, буду показывать, рассказывать, расскажу какие-то небольшие, но интересные детали, которые возникли на стадии проектирования, которые мы здесь постарались учесть. Итак, это самый главный вход, основной. Здесь мы видим центральную зону, решили здесь не городить ничего, поставить специальную такую сидушечку для того, чтобы можно было присесть на дне люстра. Люстра идет со второго этажа, забегая немножечко вперед, на полу очень интересный рисунок, подобный был, делали отель во Франции, вот оттуда это позаимствован рисунок, и тем не менее он такой является одновременно и ардекошным, и, можно сказать, с классикой сочетается, и появляются такие растительные мотивы, которые тоже сюда уплетаются. Давайте посмотрим планировку. Это планировка первого этажа, мы входим, 101 это тамбур, слева-справа два шкафа, при этом мы видим центральную ось, в классике очень важна центральная ось, и то, что мы видим, чтобы было слева-справа симметрично. Поэтому здесь мы видим в конце, через вот эту вот сидушечку, как раз красивую лестницу, которая идет на второй этаж, и слева-справа у нас практически одинаковые стены, за тем исключением, что слева есть проход, а справа тоже проход есть. Кстати, обратите внимание, что проход здесь в спальню и вот в гараж-мобилиарную, но мы обрамили эту конструкцию все в единый портал, так, чтобы он симметрично сочетался с порталом слева. То есть за счет архитектуры мы сделали такое симметричное решение, и здесь сделали фальш, такие панели, которые делают как раз единым целым вот это вот все пространство, портал такой получается. Дополнительно получается вкрапление из узоров гипсовых является тоже дополнительным объединяющим элементом. Здесь по планировке хочется сказать, что была она немножечко другой, то есть мы здесь сделали проем, объединили за счет того, что конструктив немножко поработали, усилили, изменили немножко конструктив дома архитектурный, добавили сюда кухню, вот именно такую кухню, интересный момент всегда имеет смысл делать. Напротив окна мойку, к сожалению, она не по оси сделана, но здесь ничего не поделаешь, в принципе, ничего страшного, но по оси, тем не менее, стол получился. И по оси получился вот этот вот центральный сидушечки, получился выход на веранду. Все-таки оси все равно здесь соблюдены. Дальше зона 104, столовая, достаточно большой стол с видом на здесь приусадебный участок. Это группа диванная, с которой мы видим одновременный телевизор, ну и либо можем подвинуться посмотреть камин. Камин, кстати, тоже на оси стоит, но здесь вот, наверное, единственный такой вот условный минус, что камин немножечко не отовсюду его видно, но дальше, забегая вперед, мы отменили одно из кресел и сделали здесь одно кресло, поэтому немножечко здесь визуально расширили пространство. Спальная комната, здесь шкафчики, отдельная гардеробная и отдельная ванная, большая, так как здесь немножко ниже уровень, то здесь скатное пространство получилось. Не то, что ниже, а второго этажа здесь нет, второго света, поэтому, наоборот, второй свет появляется за счет того, что второй этаж отсутствует. Посмотрим поближе. Лестница, оформление колоннами. Да, мы сделали такой вот специальный портальчик для того, чтобы более парадно это было и чтобы можно было заходить по лестнице и спускаться вот с каким-то таким вот торжественным включением или уклоном. Здесь у нас вход в бойлерную, в принципе, просто расписали стены, ничего такого необычного. На полу мрамор, специальный абразивный резко сделан, испанский, в данном случае мрамор, клиент закупает, ну и мозаика в тех местах, где мрамора нет. Пол, старались все сделать из натуральных материалов. Гостиная выполнена в таком спокойном, можно сказать, американском немножко стиле. Простые, понятные цвета, без каких-то акцентов. За счет геометрии, за счет четкого построения и симметричных решений выглядит все гармонично. Здесь встроенный шкаф, это уже столовая, ничего специальных шкафов не делали, просто встроили их. Здесь тоже все смотрится очень на одной, ну по оси, но единственное, что окно, конечно, не по оси, но ничего страшного. Тем не менее, здесь есть стол, здесь есть люстра и два боковых шкафа, тоже вписанные в такую конструкцию. Также две боковые здесь, еще одни конструкции, в которых списана уже кухня. Дальше здесь видим такой вот угловой немножко проход, немножко выбивается из общего оформления, но специально так сделали, чтобы было видно там центральное вот это вот отверстие на второй этаж. Здесь телевизор и обрамление двумя растительными мотивами, а также растительный мотив сзади на декоративной штукатурке. Камин сделан с помощью, просто обшит стеклом состаренным. Сам камин, листопка, к сожалению, небольшая, но какая была, уже такую сделали и оформили таким вот расширяющим пространство зеркалом. Это вид со стола. Дальше кухня, две ниши образовались, которые можно поставить какие-то либо арт-объекты, но пока есть просто цветы стоят, детальный декор здесь мы не делали, остановились на просто концептуальном решении. Неплохо получилась кухня, она как бы встроена, при этом есть окно и, как мы уже отмечали, раковина, вытяжка на плита здесь. В общем, такое удобное пространство, светлое, открытое и с гостями можно здесь готовить, общаться достаточно удобно. Ну и вид такой открывается тоже симпатичный. При этом сзади здесь еще витражи, то есть там приусадебный участок, там забор, к сожалению, но можно посадить растение для того, чтобы оттуда свет через витражи лился сюда. Поэтому получается вот такое вот как бы больше даже пространство, вот это вот объединенное, как будто там создается ощущение, что дополнительная зона. Ну так и есть на самом деле. Вот оно как получается, вид из кухни, весьма симпатичный. Везде подсветочки, то есть встроенные, где есть возможность, мы опустили потолок. Кстати, везде вот этот пояс архитектурно проходит по всему периметру и получается, что по сути все стены сделаны с помощью вот этого гипсового декора, выстроены специально, как будто из камня. Все вот эти вот элементы. Поэтому получается тоже внизу из мозаики монументально и никаких там здесь обоев, ничего отклеиваться не будет. Это выход на веранду, по центру получается окно, ну и дальше здесь тоже из мозаики сделано. Ну идем дальше, давайте. Это вид с лестницы, тоже две колонны, везде где есть возможность. Вот снизу чуть подсветили. Светильники узконаправленные, они глубоко у нас пакуются внутрь в стяжку и таким образом глаз они не слепят и подчеркивают снизу архитектуру. Очень интересное решение, такое, ну не совсем классическое, но больше с кардеком получается. Вместо шкафов здесь сделали два симметричных стола с зеркалами. На фоне тоже зеркал состаренных, таким образом расширяет пространство. Ну решили, что шкафов там внутри будет достаточно. Вот так это выглядит. Специальная дверь такая красивая, конечно, с витражом, большой вход. И тоже здесь такое же решение, как на кухне, порталы обрамляют, эти вот гардеробные. Решили здесь не ставить ничего дополнительно внизу, чтобы не загромождать проход. В общем-то без сидушечки. Сидушечка вот здесь вот используется. Это гостевой санузел. Здесь тоже все встроенные решения. Потолок натяжной и за ним подсветочка, как будто с потолка и троится свет. Там светодиоды за ним в шкафчике, натяжной потолок. Ну и такие встроенные решения, такие отельные. Это главная спальня в классическом стиле, с росписью, с гипсовыми карнизами, с профилями. Вот эта конструкция для телевизора внутри. Так как здесь нет возможности повесить на стену, здесь немножко смещено входы, то телевизор в тумбочке, он выезжает и опускается. Вот такое решение принято. Вот видите, здесь не получается разместить. Ну тоже ничего страшного, не всегда он нужен, но когда нужен, он спокойно выезжается и спускается внутрь. Старались применить симметричное решение везде, где получилось. Здесь продолжение двери, входа, такой же рисунок, но здесь тоже в поддержку. Ну да, рисунок, кстати, мы здесь до конца больше уже работаем на стадии декора. Когда будет выбор, уже конкретно будем из каталогов выбирать. Поэтому здесь пока, конечно, условные и не обязательно именно такие соблюдать. Это вот особенность эскизной подачи, когда, естественно, детали и рисунки. Важно сейчас быстро сделать, чтобы показать примерно, что должно быть. А вот детализации уже может быть здесь художник больше погибся, он подскажет, какие есть из наличия. И на стадии комплектации, и либо на авторском надзоре уже дизайнер обычно, либо комплектатор выбирает уже что-то конкретное. Это стоит на это обратить особое внимание, для того, чтобы визуализацией сам проект не уходил в бесконечность, а быстро сделать примерно, что хотим, и дальше уже на стадии реализации уже дорабатывать те или иные вещи. Тем не менее, у нас геометрия должна быть четко простроена, прочерчены все необходимые выводы, розетки, показаны, где какие покрытия. Вот это вот необходимо точно сделать заранее. А декор можно на следующую стадию запустить. Вот это ванна. Здесь получилось организовать вот такое вот интересное пространство. На потолке такой темный потолок с скатной кровлей, и здесь такую роспись решили сделать. Но, кстати, здесь могут быть и обои водостойки. Ну, скорее всего, это роспись просто будет. Повторение здесь такого же рисунка, он только половинчатый, как у нас в центральной зоне. Большой душ, два умывальника. Такое красивое большое окно получилось здесь сделать, и вот такая красивая люстра. Ну, и также здесь ванная с выходом радиатора. То есть, все здесь продумано, щель не показана, но там это конструктивно, естественно, все продумывается для того, чтобы здесь не было, не запотевало, и чтобы было все нормально. Плюс теплый пол, конечно. Здесь половинчатая конструкция. Получается рисунка гардеробная. Заходим внутрь, здесь все как нужно. Столик, шкафчики, все на месте. Опять же, шкафы и гардеробные могут быть внутри сделаны и должны быть сделаны уже на стадии реализации, когда будем выбирать именно модель конкретную, какие элементы там у них есть, как будут располагаться. Это на стадии реализации, комплектации, авторского надзора, клиент вместе с дизайнером, либо комплектатором все это дело дорабатывают. То есть, сейчас на эскизном проекте здесь могут быть какие-то дополнения, исключения. Еще раз хочу подчеркнуть, что это специальная особенность так сделана, для того, чтобы не тормозиться на проекте. За счет этого проект можно сделать немножко дешевле. То есть, этот проект будет стоить в половину, либо на треть дешевле, если мы часть работы переносим на стадии реализации. Это очень удобно. Биллиардная. Она переделана из гаража. Гараж здесь не нужен, будет строиться отдельно. Навес. У клиента есть там участок дополнительный. И здесь решили сделать биллиардную в таком классическом стиле. Без каких-то дополнений и изъянов. Ну, вот немножечко такой вот рисунок, тоже чуть-чуть восточный на радиатор появился дополнительно. Большой полноценный стол для русского биллиарда. И вот такие конструкции. Даже красивые достаточно плафоны для освещения. Идем дальше. И здесь мы выступаем, получается, на второй этаж поднимаемся. Здесь у нас большая красивая библиотека с тоже большим красивым окном. Южная сторона. Здесь такая вот зона второго этажа с холлом дополнительным. Тоже два растения. Здесь сбоку тоже есть окна. И здесь тоже по бокам, здесь сейчас не видно, но сделали зеркала для того, чтобы свет, который попадает с улицы, здесь вот немножечко сширял пространство. Не стали трогать, подшивать здесь подшивы. Просто их сделали обилие специальной лиственницей. Теперь мы попадаем на второй этаж. Здесь такое большое окно, южная сторона. Два стоят куста, две пальмочки. И здесь два кресла, такая зона отдыха, два шкафа, библиотека. Везде, конечно же, интересная такая же подсветочка. По периметру этого пространства тоже идет роспись. Здесь балки покрыты маслом. Ну и вот такое вот получается уютное пространство. И с потолка свисает на первый этаж, в основной холл, через цепь. Там люстра висит на подвесе. И также на подвесе здесь люстра уже для зоны, где диванчик и два кресла. Давайте посмотрим план. Это весь второй этаж. Здесь несколько комнат для детей. Комната 201 для двух дочек. Здесь у них отдельная получается гардеробная ванная. Здесь вот отдельно на выходе. Для ребят здесь два близнеца тоже живут. У них тоже зона своя, с двумя кроватками. И выходом вот их санузел это здесь. Гардеробная, кладовая, она находится на промежутке лестницы, на промежуточном этаже. Дальше еще одна спальня. 207 спальня дочери. И 206 спальня еще одного сына. Таким образом, здесь два человека, здесь два человека, здесь один человек и здесь один человек. Шесть человек размещено на втором этаже. Шесть детей. Идем немножко дальше и смотрим, как устроено. Ну, эту часть мы уже видели. Здесь, в принципе, вот как видим, так и есть. Смотрим назад. Здесь для расширения пространства применены такие же расширители пространства в виде зеркал. Бообразные. Такой же у нас рисунок на полу применен. Здесь у нас соединение камня натурального и дерева. Такие вот квадраты сделали. Здесь на стенах тоже все из дерева сделано. С помощью таких вот английских тем квадратов. Также квадрат у нас на потолке. Призная, конструкция для решетки. Такая же кованая люстра. И резьба здесь на потолке наверху сделана. Также из декора здесь мы применили рисунок, который перетекает. Вот как будто горы, холмы идут с самого низа до уже выше-выше и попадают вот сюда. Здесь подсветка еще идет из-за карниза. Ну, как будто вот эти вот горы, либо ландшафт немножечко светится. Естественно, все в таких бежевых тонах. Поэтому ничего не бесит, не раздражает. А еще дополнительно за счет зеркал подсвечивается вход. И частично даже получается, частично свет от самого входа идет. Сюда тоже попадает. Ну, вот очень интересно получается. Отсюда видно, что там вход еще показывается. Расширяется пространство. Вот оно, основной холл. Дальше комната мальчиков-близнецов. Она сделана в таком чуть современном стиле. Такая была задача. Немножко такой потолок тоже современный. С подсветочкой по бокам. Такой яркий чуть-чуть стиль. Встроенные шкафы простой формы. Немножко отличается. Вот это интересное оформление. Здесь все окна практически в доме так оформлены. Ничего необычного. Все в основном встроено по периметру шкафы, телевизор, книжки, подсветочки, где можно. Два стула, два рабочих места и шкафы. Ну, вот интересное такое решение с помощью панелей. Не хотелось мельчить. Задача сделать крупные и большие решения крупными мазками. То есть здесь мы видим шкаф. Здесь у нас такой же от начала до конца, без каких-то вкраплений. Просто решение по стене. Без каких-то вкраплений. Это важно, чтобы было единство такое. Следующая комната старшего сына. Он юрист, уже учится в академии. Поэтому здесь немножко в таком более английском стиле книги. Такое же решение, как в предыдущей комнате, с подсветочкой. Ну и стол, для того, чтобы сидеть. Встроенные шкафы. Да, все зоны получились такие ломанные, мансардные. Но, тем не менее, высота позволяет для того, чтобы здесь комфортно существовать. Санузел для мальчиков. Немножко такая вот, чуть-чуть восточная с узором плитка получается. Ну и сланец на полу, конечно, один из самых лучших материалов для ванных комнат. Он не скользит, выглядит очень симпатично, брутально, можно так сказать. Ну вот ванну, раковину тоже хотели сделать с помощью какого-то такого цельного камня. Вот так и получилось из мрамора, из колотого. Это комната старшей дочери. Такая спальня получается в бежевых тонах. Здесь удалось организовать пространство для хранения. Какой-то балдахин. Такая вот уютная девичья комната. Дочки тоже уже ближе к совершеннолетию, поэтому полноценная такая зона для жизни получилась. Очень симпатичная, с высокими потолками. Это для младших дочек. Хотели тоже, чтобы можно было посидеть. Вот здесь вот около окошечка. Похоже обрамление портала. Две кроватки. У каждой свои полочки. И отдельный у них же гардероб. Выход в центральную зону и здесь гардероб. Давайте посмотрим. Ну вот при выходе из центральной зоны здесь сануил для девочек. Тоже очень симпатично получилось. Все из мрамора, из мозаики, подсветки слева-справа. И вот ванна как будто уютно расположена с светильниками. Так как высота потолков здесь позволяет. Из-за того, что здесь мансарда в центре находится. И здесь высокий конек. Поэтому удалось достаточно высокие потолки здесь сохранить. И сделать такие вот высокие арки, высокое решение. Дельнастоящая конфигурация для умывальников. Двойной, так как две девушки. Удобно. Ромбообразный мрамор. Везде одинаковый. Положен здесь так же, как и на полу в центральной зоне. Обязательно отступ. Когда делаем, всегда стараемся учесть, чтобы было как минимум 10 сантиметров от двери. Здесь это тоже было важно. Поэтому не впритык все, а дверь, чтобы по плану, обязательно следим, чтобы была смещена. Где это возможно. Где невозможно, меняем планировочное решение. И гардеробные девочки. Это вот вход тоже сбоку боковой двери. Похоже на гардеробную родителей. Но здесь ничего необычного и нет. За счет только вот этого склона получается дополнительно какая-то особенность по геометрии. В основном просто шкафы, полочки. Такая же история с тем, что эту гардеробную потом отдельно нужно будет, конечно же, проектировать. Состав рабочей группы и ребят, которые делали проект. Вот можно посмотреть. Акваритель, дизайнер. Дизайнер дополнительно. Ведущий дизайнер. В общем, ребята, которые помогали мне выполнять этот проект. Спасибо за помощь. И клиенту спасибо за доверие. Было очень интересно делать этот проект. И сейчас он воплощается. Надеюсь, все получится. Рабочий проект тоже можно посмотреть дополнительно. Хоть он и такой эскизный, можно сказать. Но, тем не менее, он стоит в 50 листов. И здесь достаточно детально и подробно все расписано. То есть, данные обмеры, данные монтажи, демонтажи. Вот здесь было видно, как мы усилили и убирали здесь какие-то дополнительные проемы. Все это дело согласовывалось с конструктором. Верх тоже мы расширяли. Верхний вырез второго света. Для того, чтобы расширить пространство. Здесь, конечно же, это все указывается. Здесь работа дизайнера должна сочетаться с работой проектировщика обязательно. И конструктора для того, чтобы иметь возможность снести какие-то сцены. То есть, везде мы немножечко добавляли, пилили, чтобы симметрис углезти. К сожалению, архитектурный проект не содержал все необходимые данные по геометрии для дизайнерского проекта. Ну, так часто и бывает. То есть, дизайнеры имеют возможность немножко подкорректировать. И для того, чтобы это сделать максимально правильно, нужна консультация конструктора. Если есть возможность, то и консультация архитектора. Обязательно пополам, по потолкам, по покрытиям. Все данные даны. Можно здесь все это учесть, посмотреть. Все детализировано. Указано обязательно какие-то покрытия. Где раскладки. С помощью этого набора рабочих чертежей можно электрику сделать. Здесь все указано, но обязательно, чтобы выключать, это достаточно сложная схема. Как ее коммуницировать, либо с помощью умного дома, либо с помощью просто рукастых строителей. Это уже клиент решит самостоятельно. Спецификации по окнам. Какие они могут быть. И развертки. Здесь, естественно, тоже указаны поверхности, покрытия, выводы. Примерный чертеж по разрезу панелей. Здесь высота даны, габаритные карнизы указаны. Какие могут быть. Естественно, здесь могут быть корректировки. В зависимости от того, будет ли клиент здесь сделать индивидуально, либо будет заказывать у компании. Должна быть рабочая документация сделана. То, что мы сейчас сделали, это не рабочий проект, это не рабочая документация по детализации наполнения. Это тоже очень важно. И клиент, заказывая эскизный проект, как у нас сейчас, он именно... Хоть он и выглядит как рабочий, но, тем не менее, здесь требует еще дополнительной доработки. Это очень важный момент. Если вы заказчик, либо дизайнер, и работаете с заказчиком по неполному проекту, то очень важно обсудить, что не получится. И не факт, что будет именно так, если мы будем делать именно по чертежам. Все-таки должна быть исполнительную документацию, готовит та компания, которая делает исполнительные здесь листы. В данном случае у нас была консультация, когда клиент выдал все вот эти чертежи компании, которые будут делать гипсы, вот эти все поверхности. И они сначала не поняли, они думали, что надо сделать один в один, как мы придумали. В итоге после консультации я объяснил ситуацию, что им надо будет разработать свой проект и сделать его, за него потом нести ответственность. То есть что-то, если где-то там у них профилей нет, либо какие-то профилей другие, они должны их, естественно, разработать, согласовать и сделать так, как нужно. Ну, я думаю, здесь проблем не будет. В принципе, чертежи достаточно детальные. Здесь есть, по-моему, вообще практически все для того, чтобы сделать грамотный проект. Посмотрим, как будет. Мотать можно тут достаточно долго. Еще раз хочу отметить, что там 50-60, уже даже 60-65 страниц ведомости выдаются тоже дальше в конце. Ну и все, что необходимо дальше сделать, нанять качественных строителей, проследить на комплектации и направлении строительством. Затем выбрать, подобрать мебель по стилям, текстилям, тканям, если нужный декор какой-то. Это все входит в реализацию и в управленческие процессы, которые будут происходить после того, как будет построена основная геометрия. А 3D-модель и именно понимание, как должно быть, это вот, наверное, основное, что здесь нужно было для клиента, чтобы понимать, что он вообще хочет и как взаимодействовать с другими подрядными организациями. Встает вопрос о именно дизайне, насколько детальный, насколько подробно прорабатывать. Вот если мы говорим о эскизном проекте, в нашей компании эскизный проект выглядит именно так. При этом его может взять клиент и сделать его самостоятельно в дальнейшем, либо он может нанять также нас, как компанию, которая поможет скомплектовать, подобрать все, управлять строителями и вести авторский надзор. Это уже от пожелания клиента зависит. Спасибо, надеюсь, вам этот проект понравился. Пишите вопросы, комментарии, предложения, если они у вас есть. Если хотите заказать проект, тоже можно это сделать. Пишите или звоните нам по телефону, либо пишите по почте. И если вам интересно, как мыслить, как общаться с клиентом, как делать планировки, как делать геометрию пространства, как подбирать материалы, мебель, оборудование, как все это дело согласовывать и увязывать в единый проект, мы этому обучаем примерно за 6-7 месяцев, максимум за год. Вы можете стать дизайнером и получить эту профессию на нашем обучающем курсе по дизайну. Дальше у вас будет практика, и после того, как вы выполните самостоятельно свой первый проект, вы сможете стать дизайнером и зарабатывать уже на этом интересном и увлекательном занятии. На этом сегодня все. С вами был Станислав Орехов. Пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, и увидимся в следующем видео.